всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня покажу свои пустые баночки за вторую половину марта довольно таки много баночек больше конечно мелочевки но все равно разношерстные из разных категорий давайте начнем с бытовой химии если чем рассказать в общем закончилась у меня такая огроменная бадья геля для стирки от сорти я думала он никогда не закончится здесь три килограмма была масса покупала я его еще летом вот не могу вспомнить думаю в конце лета или вначале его покупала просто мне интересно насколько мне его хватило ну полгода это как минимум мне кажется месяцев на 8 наверно мне хватило этого геля я не каждый раз именно гелем стираю также и обычным порошком ну вот для повседневной одежды если не сильно загрязненная то вполне себе подойдет я в восторге просто остался от этого геля покупала светофоре за за копейки за 200 с чем-то рублей по моему или 300 в общем в районе 300 рублей не помню уже точно сколько он стоил ну пусть даже если он подорожает все равно очень выгодно такую воде покупать единственное здесь не очень удобно им пользоваться из вот этой вот бутылки здесь все марается и еле от мыла это все было вот залито этим гелем здесь назад ну не дозатора вот это горлышко все ничего страшного как бы и вообще за такой долгий срок приходилось периодически мыть эту бутылку потому что на полу стояла покрывалась грязью пылью но обязательно повторю мне понравился этот гель не хуже каких-то других я конечно не брала там тайды и ариэли может быть они получше работают но они стоят довольно таки дорого я не люблю тратить на бытовую химию большие деньги поэтому для меня от это вот вообще супер была покупка следующий раз поеду специально наверно светофор недалеко от дома буквально пара остановок наверно даже меньше надо будет как-нибудь заехать специально и купить но у меня сейчас есть гель для стирки вот как закончится так и свечу в общем для матья посуды фэри апельсин и лимонник очень приятный аромат такой вкусненький сладенький цитрусовый классный вообще я люблю фэри все что вообще уже до 150 рублей за бутылочку доходит вот экспрессе взяла попробовать вот такое вот средство для мытья посуды социлийский лимон прозрачного цвета яркий такой аромат лимона с содой вот аос сода и лимон по моему я покупала тоже как-то тоже похож аромат просто но мощь и свойства на четверку конечно жирной посуды плохо он справляется так очень жидкий очень большой расход тут я буквально его купила неделю назад как бы залила в дозатор у меня уже он заканчивается поэтому ну хоть и цена конечно дешевая 59 рублей но все равно повторять не буду и с другими ароматами скорее всего тоже все-таки лучше немножко переплатить и купить аос или фэри где хотя бы жир отмывают бытовой химии все перейдем к кодовым средством закончилась пену для ванны от иван с ароматом розы и риса и нотами интеря нежная любовь париже вообще мне не нравится этот аромат он слишком такой яркий насыщенный ноут как в деле для душа не моя тема ну мимо пены пройти не смогла думаю как бы пена все равно так ярко пахнуть не будет она будет в воде растворяться просто очень красивый такой нежный розовый цвет был красиво так это пена выглядела и на полочке симпатично смотрелось мне кажется и на подарок тоже подарить даже в наборе например с тем же гелем очень даже этот презентабельно смотрится пена конечно хорошая говорить вот трачу запасы свои больше наверное заказывать не буду ну по крайней мере сейчас я так для себя решила для волос закончился бальзам вот такой вот шампунь еще остался что шампунь был большом объеме бальзамчик маленьком 200 миллилитров на четверочку такой бальзам я почему-то думал как то вот шампунь это часто беру от шаума а бальзамы ну для меня вот это вот вообще ни о чем как бы на неделю потому что я каждый день волосы мою ну не на неделю там но дней на 10 наверно мне хватит может на 2 максимум быстро заканчивается но как бы стоит все равно больше 100 рублей поэтому я не покупаю там не лили присылала как бы наборчиком клубника с бананом ну здесь такой химозненький аромат и бальзам по действую на четверку как-то недостаточно питание тем более для поврежденных волос как здесь заявлено по сравнению с фруктисом например я сейчас пользуюсь вообще отстает так сказать слабое действие волосы как бы распутал из-за этого вот ну то что плохо как бы справлялся со своим со своей задачей приходилось наносить его два раза больше чем обычной чем до какого-либо другого и поэтому он вообще быстро так закончился шампунь и конечно много лучше бальзаму от шаума подкачали немножко маска от faberlic закончилась ботаника вот это я не ожидала очень такая густая маска думала знаете какой вам будут вот эти вот масочки из дешевой серии такие неочемные можно сказать которые больше на бальзам смахивают здесь вот прям густящая маска посмотрите ну такой косметический какой-то цветочный аромат приятный тоже напомню для окрашенных идет до яркости шелковистость но питание давала чем тут еще нам обещает я даже и не что как бы восстанавливающие помогает сохранить насыщенность цвета защищает от вымывания цвета ну я не знаю как бы у меня он и так и так вымоется если каждый день голову мыть то тут хоть чем защищайся все равно будет смываться краска ну просто как бы по действию не напитывала увлажняла волосы хорошо очень классная мне понравилось вообще люблю маски от faberlic из всех серий по крайней мере те что я пробовала эксперты от ботаника все хорошие морожки с основной серии вышла на этом маску не брала потому что у у меня еще много масок запасов я пока решила больше не покупать и стратить надо то что есть так скраб для тела закончился вот такой скраб джем клубника и малина на основе ягод кафе мими видеть это вот прям варенье самое натуральное у меня сейчас холодильнике стоит банка с вареньем как раз вот клубника и малина вот один в один не конечно как на вкус но вот когда на себя это мажешь дело хочется знаете руки облезать вот кажется что реально прям вареньем мажешься и косточки такие же от ягод и запах такой же такая же консистенция прям найти это и серия спинку малиновым вареньем вам не намазать конечно намазать еще как суфле для тела вот такой вот от иван это парфюмированная с ароматом туалетной водички чок бери у меня такой водички нет поэтому я решила взять суфле с ароматом хотелось познакомиться классный продукт конечно первую очередь по аромату но он видите такой перламутровый хорошо он так разносится все единственное оставляет он некую пленочку такую типа как защитную знаете на кожу ну то есть на ночь если вот намазаться то утром но вы будете ощущать на себе что у вас кремом тело намазано не все такое любят я тоже не люблю но тут как бы терпела вообще конечно не люблю когда крем чувствуется на коже ну не принципиально мне было в этот раз просто аромат вообще восхитительный мне очень понравился и сама вот консистенция как бы приятно так пользоваться и хорошо увлажняла и питала кожу ну вот единственный недостаток который я озвучила у меня закончился крем с маслом какао знаменитый крем от иван у меня был новогоднем дизайне в пакете сюрпризами приходил чему я очень рада вот просто открыла вот это иван крем для ног шоколадный и захотелось ней на руки тоже шоколадного и тут я вспомнила что у меня есть такой крем с какао который при другом раскладе наверно пролежал по не знаю вот как минимум запасах пока я бы его использовала и в охотку знаете вот так вот прям с удовольствием использовала хотя аромат такой тоже довольно таки яркий и надоедающий можно сказать но если от чередовать с каким-нибудь другим то вообще замечательно мне нравится вкусно пахнет для лица у меня в этот раз много чего закончилась из таких очищающих средств закончилась двухфаска от белленды и на мне присылалась авокадо она была такая красивая половина желтая половина зеленая нравится двухфаски потому что уже не раз говорила часто делаю стойкий макияж у меня какие-то карандаши даже просто вот это иван карандаш они довольно таки стойкие йод простая там мицелляр очка дешевенько она не берет их просто и а если тени карандаш например если все века там накрашена стойкими продуктами и тенями то конечно такие средства очень выручают либо водостойкую тушь например понравилось ну масло конечно да не очень приятно это на глазах потом обычным гелем для умывания умываюсь потому что я средствами для снятия макияжа только с глаз снимаю макияж ну иногда могу в течение дня но это мицелляр например тональник там стереть если надо или там помаду какую-то так в основном ну двухфаски то понятно дело только на глаза еще закончился у меня вот такой вот тоник матирующий от иван тоже покупала его когда был новинкой здесь была такая вот черная пудра на дне нужно было встряхнуть сокращение поры блеска с экстрактом древесного угля отшелушивающими кислотами мне не понравился этот тоник это все серия как бы она спиртовая да такая понятно что спиртом пахло не очень приятно но мне он совершенно не матировал кожу для этого собственно и куплен был потому что целый день сквозь макияж все равно как бы проступала эта жирность у меня жирная кожа и на мне ну вообще нисколько я и дома просто но как бы пользовалась когда например не наносила макияж все равно ничего не матировалась я думаю может быть ну пользуясь матирующим тоником да может быть есть сверху что-то наношу такое что перебивает этот эффект нет даже просто одним тоником все равно никакого мотирования не было так что повторять конечно не буду но мне очень нравится формат у эйвен что 100 миллилитров тоник вообще вот самый идеальный объем закончился вот такой вот они продаются я вот один покупала в парфюм лидере у нас выбрала вот такой вот с содой этюд корейский это скраб есть они на волберисе на озоне там по 6 штучек наборы там побольше видела также в тюбике его по моему 890 рублей он стоил не знает акции без акции по вот я бы наверное взяла бы себе полную версию и знаете он очень экономичный прям чуть-чуть консистенция такой мокрой соды вот действительно но кожа после него прям он конечно можно сказать грубовато наверное он так полирует кожу вот прям проводишь рукой по щеке кожа вообще вот ровная ровная гладкая суперский эффект я бы наверно вот взяла бы себе даже не слышал как полный тюбик мне кажется мне бы его на год бы точно хватило ну часто таким не попользуешься но хотя бы раз в неделю вот мне кажется очень даже было бы хорошо и мотировал кстати кожу ну что да так закончились две маски для лица у меня такая вот свежая косметика кокосовая омолаживающая фитокосметик свеже косовое молоко масло какао омега пребиотики красота такая вот плотная маска знаете вот и 50 миллилитров но довольно таки надолго мне хватило тут месяц по моему после открытия ничего с ней не стало у меня больше стоял где-то месяца около двух наверно месяцев потому что расход на самом деле маленький она очень плотная то есть ее если вот какие-то такие вот гелевые маски там пожиже я наношу прям всегда плотным слоем а вот эту и тонким слоем нормально можно было нанести потому что она сама по себе такой плотной консистенции аромат кокоса очень яркий не очень такой приятный но это вот кокос такой вот у фитокосметик вот кто знает кто покупал какие-нибудь средства для волос у меня была по моему маска или подарила я подарила но что-то вот еще было с кокосом мне кажется это уже как бы знакомый такой аромат она у нас омолаживающая да ну такая она питательная я бы сказала маска прям хорошо так питала но и что долго держать надо 15-20 минут целых принципе это столько и держала читаешь маски обычно пять минут и готова вот вот это например на пять минут написано а это у нас для сияния кожи с облепихой от и фрошет уже кто-то прислал уже не помню гелевая такая маска написано на 5 применений но нет конечно же нет хоть даже я его до толстым слоем наносила и лицо мне не маленькая но все равно хватило мне кажется раз на 10 то точно тоже такая увлажняющая маска как мне показалось на счет сияние не заметила вот так вот было и было конечно покупать сама я их не покупаю но девчонки дарили уже парочку попробовала за что огромное спасибо все равно же интересно конце-то концов закончился вот такой вот тонер от benton это у нас линейка по моему а ну да зеленым чаем неплохой такой тонер кстати вот этого бутылька 30 миллилитров не община долго хватило и на не целым месяцем пользовалась хорошо увлажняет кожу знаете я как того для себя поняла что тонер в принципе как бы мне не нужен ну когда есть пользуюсь но у меня еще один есть в запасе другой марки поэтому а вот буду ли я приобретать сама скорее всего нет для меня наверное как-то больше вот вот ну если только вот наборчиками кстати вот такие вот наборчики на сайте вот ставил кореян там не решка кстати присылала как раз наборчик а вообще можно недорого купить миниатюрки такие знаете вполне себе по 30 там бывают по 50 миллилитров попользоваться но сейчас сожалению не заказать на этом сайте из-за невозможности международного перевода я не знаю может быть по карте мир там и можно я не пробовала так дальше закончились у меня целых две сыворотки одна сыворотка вот такая вот тоже с этого же сайта ставил корен из от бренда the plant base это у нас коллагеновая ампула она идет антивозрастная сыворотка на основе грибного коллагена здесь содержится коллаген трех видов грибов какой-то ежевик гребенчатый ледяной гриб и шили шили листник обыкновенный так не буду конечно рассказывать про эти грибы кому интересно зайдут на сайт и почитать ну просто необычно как там направлена эта сыворотка на восстановление роста клеток и питания кожи изнутри покажу она выглядит здесь знаете всего лишь 20 миллилитров я думала что у меня ее на месяц не хватит но по итогу пользовалась наверное месяца полтора такая вот она немножко тягучая такая видите пипетка то есть закручиваешь она набирает полную пипетку и выдавливаете кнопочка классная конечно упаковка здесь цена то конечно тоже но упаковка тоже и и играет большую роль в ценообразовании но согласитесь выглядит круто сыворотка сама мне понравилось никакой не липкости кажется что она вот какая-то такая склизкая липкая но нет хорошо так впитывалась указывала за кожей вообще отличная сыворотка если будет возможность то повторю такая сыворотка от новосвит гилауроновая кислота коллаген аква гель 24 часа это я использовала на ночь это я использовала утром что 25 миллилитров ну знаете просто я такое называю густая вода просто увлажнить слегка с утра лицо перед нанесением макияжем как утренний уход для жирной кожи вот нормально никакое тут разглаживание морщин конечно нету просто увлажнение не знаю вот для меня это какой-то проходной продукт я бы не стала его повторять мне кажется что поинтереснее можно найти дальше от камэй дежур искрящийся аромат жасмины цветов апельсинового дерева мультика мои красивая такое зелененькая вот этот все проживной в цветочках ну мне по качеству не очень это мыло нравится потому что оно быстро как-то смыливается вообще вот кисточки помыла даже и у меня пол куска мыло просто смылилась за раз ну и так вот вообще убывает конечно на глазах и немножко подкисает ну ладно хоть не трескается так себе качество ну в общем было и было тоже аромат приятный такой нежный крем вот такой закончился пантенол 5 процентные от его лаборатория с покупала вот зимой да его буквально вот на днях до использовала у меня не знаю может аллергия можно какие-то штаны колготки может все равно же в основном то синтетической одежды может из-за холода или за чего именно зимой у меня сохнут сохнет кожа на ногах на голенях прям вот шелушиться пятнами красными покрываться как будто как аллергия вот на холод типа того что не знаю ну в общем покупала вот ради этого такой крем как-то вот в прошлом году вернее позапрошлой зимой не та которая в этом году закончилась мне помогал в этом году я не знаю может просто ситуация усугубилась как слону дробина что мазала что не мазала но все равно немножко хоть и успокаивала и какие-то ну и аптечные тоже дорогие там крема покупала типа акридерма то вообще ни о чем вообще не этот крем то всегда нравился я его брала но тут вот с этой проблемой он к сожалению не помог немножко он липковатый даже не знаю может крем изменился может у меня что-то поменялось в организме почему-то не помог зубные пасты аква фреш активное отбеливание люблю эту пасту все нравится кроме того что она очень жидкая могли бы сделать и погуще а так хорошая паста с детства люблю аква фреш также люблю колгейт в этот раз была с гранатом мятный гранатовый вкус ну тоже ничего так можно для разнообразия вот было было фикс прайсе я взяла так в принципе не сказал что нам прям очень прям нравится по вкусу пойдет короче проходящий проходной вариант перейдем декоративки парфюмом декоративка у меня идет на выброс это от эйва ну здесь где-то половину туши я использовала это вот новинка недавние я не удержалась мне показ показалось очень привлекательным оформлением туши захотелось такую розовеньку хотя вот когда выходила первая новинка вот из этой серии вот с этими дешманскими колпачками ужасными я забраковала и также на у меня в помойку улетела в этот раз жалко было денег потраченных поэтому думаю но буду пользоваться чем собственно проблема во первых кисточка очень жесткая прям вот как будто она металлическая какая-то если сильно там вот у корней будешь прокрашивать ресницы то все прям царапает кожу не дай бог ткнешь глаз нечаянно так вообще тушите свет но это еще пол беды сама тушь вот можно даже видеть на она ложится комочками и вот вроде бы как жесткая ты кисточкой же можно до прочесать вот есть там где-то легли легла тушь комочками можно же прочесать как-то распределить эти комочки но здесь получается сколько вот слоев я не наносила туши на ресницы получается просто вот три килограмма туши с комочками на ресницах я уже ее и на на праймер наносила но эффект точно такой же в общем мне кажется и больше половины то я ее все равно использовала и решила нафиг мне это надо сколько можно уже таким вообще безобразием на глазах ходить я хочу нормальный макияж и вот собирала вчера косметичку мне позавчера вчера пошла на работу накрасила губы вот этим откушу нам от эйвон и поняла что тоже не хочу я с ним дружить не буду хотя вот оттенок конечно вообще просто суперский но накрасила я карандашом очень неудобно вот этой вот блямбой красить верх она все временно вот испачканная получается контур делаешь губ закон начинаешь вот этой фигней краситься все сказать не то что размазывается но получается что выходишь за контур то там то тут и так вот вроде когда наносишь она такая вот маслянистая приятная такая как мусс потом высыхает на губах превращается в пластилин просто вот такое ощущение как будто пластилин на губах ну в общем я подумала у меня столько помад хороших это и тем более бешеный такой объем 10 миллилитров но она идет еще как и румяна но вот такой оттенок конечно на щеки и наносить как-то не очень плюс и не люблю кремовые румяна это надо уметь ими пользоваться мне надо что по-быстрому два раза махнул так то в принципе как бы можно было бы в общем я не хочу мучиться с этой фигней жалко конечно ну что поделать интересно было тогда попробовать такую новинку хотя я вот не близки ничего таких тюбиков вообще терпеть не могу блеск если еще бесцветный то можно как-то нанести это оттенок кстати вот такой я не знаю они сейчас есть продажи или нет читаю ты не обращала внимание ну в общем не нравится мне это дело и закончилась у меня представляете целых четыре целых четыре отливантика начнем все эти отливанты не присылала ольга вайпер то есть спасибо тебе огромное мне очень интересно было познакомиться с люксовыми ароматами я не люблю так вот магазине где-то там что-то на себя пшикать там не знаю как-то не люблю а вот кстати говоря это только кажется что здесь такие маленькие миниатюрки мне кажется здесь было прям достаточно много жидкости так это у меня был аромат от герлен мон герлен блумов роз интересный такой аромат весенний цветочный розовый цитрусовый кстати здесь лаванда лавандовый написано что а нет есть верхние ноты цитруса и лаванда как раз точно вот так даже и не скажешь сейчас это прочитала средние ноты не ролик болгарская роза жасмин самбак и базовые ноты ваниль и сандал да очень прям вот бьют в нос первые ноты приятный такой аромат мне кажется он женственной такой и роза мне кажется там тоже слышатся довольно таки хорошо классный аромат короче мне понравился он очень стойкий приятный следующий аромат versace eros его я сегодня буквально доиспользовала ванильный фужерный зеленый свежий пряный амбровый сладкий фруктовый цитрусовый древесный аромат верхние ноты мята зеленое яблоко лимон средние ноты бобы тонко амброксан гераль база мадагаскарская ваниль вирджинский кедр атласки кедр ветивер и дубовый мох интересный конечно аромат но я его почему-то слышу только вот когда на себя наношу распыляю в начале и все как то вот потом если вот например вот этот аромат целый день слышать на себе но вот этот муж как говорят да там если твой аромат то его на себе не слышишь вроде как не знаю мне вот больше нравится когда я слышу на себе аромат что он есть показался мне из-за этого легким что ли каким-то хотя говорят при распылении он не кажется такое что какой-то он прям уж совсем воздушный какой-то ну свеженький да что закашлялось неплохой тоже но я бы вот полный размер бы не стала наверное приобретать так дольче и габбана the only one карамельный сладкий пудровый ванильный фиалковый кофейный теплый пряный цитрусовый аромат верхних нотов фиалка апельсин бергамот средние ноты кофе груша ирис цветок апельсина роза база карамель ваниль пачули да он какой-то такой цветочный цветочный кофейный какой-то кстати вот сейчас прям вообще ярко кофе чувствуется так интересный аромат необычный тоже довольно таки яркий и стойкий и вот на зиму вообще классно было бы и последний аромат от барбари май барбари black этот аромат я назвала убойным потому что он очень яркий он вообще его ну только постирать если вещь только тогда он сойдет и самому помыться с ног до головы очень стойкий аромат прям супер стойкий он тоже амбровый пачули вы розовый фруктовый древесный бело цветочный теплый пряный пудровый цветочный верхние нота жасмин средние ноты персик роза база амбра и пачули ну небольшая пирамида да мне кажется что здесь вообще дофига всего очень прям яркий такой аромат больше одного пшика это просто вообще все задохнуться один раз как ты в парк мы пошли вечером прогуляться он должен темный тупой зимой ну мороз морозе с такой болт этом раз 15 может я на себя так напшикала думаю ветерок там сейчас все это развеет думаю на морозе будет нормально но вот мы шли с мужем и задыхались да даже даже мороз его не убил и не перебил это вот стойкий аромат такой вот вроде все рассказала все показала всем большое спасибо за внимание и до новых встреч пока пока